Помощь многодетным семьям продолжается. Семья Смирновых оказалась в числе счастливчиков. Сегодня им вручили ключи от их нового четырехкомнатного дома. Это как небо и земля, рассказала Елена. Хозяйка не устает сравнивать свое прошлое жилище с новым. К ее словам присоединились глава семейства Андрей и их пятеро детей. Было оно построено давно, что-то типа времянки, но затянуло. Четыре комнаты, ванной, унитаз даже, туалет. Уже чувствуется, что это своя квартира, свой дом? Ну, пока нет. Мы второй день здесь. Пока нет. Ну, как бы обусваиваемся. Теплый дом, баня и туалет, который находится не на улице, а в самом доме, сразу привлекли внимание семьи Смирновых. У них уже большие планы – завести хозяйство и огород. Хозяева рассказали, что раньше у них не было элементарного света и воды. Единственный близкий колодец находился в полутора километрах от дома. А теперь даже школа рядом. Произошло все так стремительно, быстро. Буквально два дня назад руководство района предложило поучаствовать в этой акции. Мы, естественно, согласились. И сегодня мы уже вручаем ключи семье Смирновых. Видно, что семья действительно нуждается в этом жилье. Прекрасная семья, прекрасные детки. У главы семейства Андрея Смирнова работа есть, но она временная. От случая к случаю. Поэтому Сергей Ким пообещал, что вручение ключей от дома – это только начало. Вся семья будет под его крылом. А Андрей сможет работать на щебеночном предприятии. Причем уже на постоянной основе. В сельской местности все-таки вопросы жилья, может быть, не так остро стоят. Но есть определенные вопросы. И на сегодняшний день, надо сказать, что мы сегодня находимся в поселке Табол. Благодаря руководству щебеночного завода Валерианского определилась вот такая семья Смирновых, которые, к сожалению, проживали в нехороших условиях, мягко говоря. В партии Нуратан рассказали, что их проект «Счастливая семья» уже обеспечил многие семьи области углем. А почти 500 семей получили материальную помощь в виде продуктов и одежды. В городе нескольким семьям даже помогли с долгами перед коммунальщиками. К слову, уже сейчас планируется еще семь домов передать новым владельцам. Манарбек Касков, Камила Салкамбаева, РТН, Тарановский район.